Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова я, Пашок. Да, и в скором времени я, короче, назову свой канал Пашок. Все-таки я принял такое название, но сейчас не могу, потому что Google мне запрещает. Ну да ладно, об этом в другом каком-нибудь видео. Ну а по названию этого видео, надеюсь, вы уже догадались, что речь сегодня пойдет о двух таких довольно больших компаниях и играх, как Майнкрафт, Моджинг и Террарио, Релоджик. Что ж, начнем с Майнкрафта. В Майнкрафте, конечно, как в Террарио можно создать мир и поиграть в выживание. Можно выбрать творческий режим и режим путешествия. Также можно, ну конечно же, назвать мир и выбрать дополнительные настроечки. Вот, да, вот. И тут можно, конечно же, выбрать дополнительный сундук и, ну конечно же, создать мир. Ну что ж, когда мы создадим мир, мы появимся, ну конечно же, в обычном мире. И первым делом, в принципе, как и в Террарии, нам нужно добыть древесину. Сейчас мне разгад, да. Вот. Нужно добыть древесину и сделать топор, стырку и так далее. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Кому я это все объясняю? Серьезно, вы же знаете больше, чем я. Так что, ну, я думаю, вы сами знаете, как играть в Майнкрафт. И я думаю, вам объяснять тут нечего. Ну что ж, сейчас будут те люди, кто создал этот Майнкрафт, в каком году и т.д. т.п. Что ж, Майнкрафт от английского Майн, шахта, добывать. И английский Крафт, ремесло, компьютерная инди-игра в жанре песочинства. С элементами симулятора выживания и открытым миром. Разработанная шведским программистом Маркусом Персоном, известным также как Нотч. Польше, выпускаемая основанной им компанией Mojang, Персон занимался разработкой Майнкрафта с 2009 года. Портированием и поддержкой версии игры для игровых консолей Занималась британская компания 4G Studios. В 2014 году компания Mojang и права на Майнкрафт Были приобретены американской компанией Microsoft. Впоследствии чего Майнкрафт сильно преобразился. Где-то он стал лучше, а где-то он стал хуже. Сейчас Майнкрафт является одной из самых продаваемых компьютерных игр в истории, Уступающей лишь Тетрису. Но по состоянию на октябрь 2018 года На всех платформах перевысили 154 миллиона копий. А число активных игроков, запускавших игру хотя бы раз в месяц, Перевысило 91 миллион. Игра была достойна множества наград, Включая Spike Video Game AdWords и Golden Joystick AdWords. Нет, но вы только вдумайтесь, 154 миллиона копий. Как это возможно? Вообще не понимаю. Ну ладно, переходим уже к нашей террарии. Я думаю, про террарию вы уже не раз слышали. В террарии можно создать своего персонажа, Но только в отличие от Майнкрафта уже прям хорошего такого персонажа. И красить волосы, ему глаза и так далее. В Майнкрафте этого же сделать нельзя. Но зато в Майнкрафте можно создать свой скин и играть на сервере, Что нельзя сделать в террарии. Потому что в террарии народу на серверах, как вы понимаете, уже намного меньше, чем в Майнкрафте. Надеюсь, вы уже поняли, к чему я клоню. Нет, я не говорю чётко. Террария, допустим, лучше Майнкрафта. Или Майнкрафта лучше Террарии. Нет, я говорю, допустим, то, Что если в Майнкрафте можно поиграть на сервере, Со своими друзьями там и так далее, А в террарии то нельзя поиграть. Ну, смотрите, ну, в террарии же Выживать намного круче, чем в Майнкрафте, правда? В террарии столько предметов, там их не сосчитать. Их вроде около 10 тысяч. Не знаю, где-то 5. Ну, короче, намного больше, чем в Майнкрафте. И, ну, как бы... С этого складывается и ответ на вопрос. Ну, ладно, сейчас я представлю вам описание террарии. И потом отвечу на этот вопрос. Террария. Компьютерная игра в виде в жанре приключательской песочницы, разработанной американской студией Relogic, была выпущена в 2011 году для компьютеров Microsoft, Windows, с распространением через систему цифровой дистрибуции Steam. После выхода террария была портирована на операционные системы Linux и MacOS для персональных компьютеров на Android, iOS, Windows, Home, для мобильных устройств, на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Nintendo Switch и Wii U для игровых приставок. Компания Kodagel сделала игру для мобильных устройств. А505 Games, Spike, Microsoft и Pepworks для игровых приставок. Студия Spike, Handsoft локализировала игру в Японии. HitUp Games в Германии. Ну и не будем медлить, переходим к существенному минусу. Оптимизация. Да, в то время как 3D Майнкрафт у меня идёт вообще на лёгкую, при записи даже. Террария 2D игра вообще тупо так сильно лагает. Вы сейчас видите, как она лагает. Ну так кто же лучше, Майнкрафт или Террария? А я вам отвечу. Майнкрафт это хорошая песочница, где можно немножко повыживать. Но так же можно и поиграть с друзьями на сервере. На выживание будет немножко скучно, хотя бы в одиночку. А вот Террария это отличная песочница, где можно повыживать, но нельзя поиграть на сервере. Так что, что лучше решать вам. Только не делайте такие, там, не знаю, комментарии, где вы спорите. Для каждого есть всё своё. Майнкрафт, да, это хорошая фановая игра. А Террария, ну, это как бы не фановая игра, но если охота что-нибудь такое повыживать, то обязательно выберите Террарию. Но она немножко хуже оптимизирована. Ну, а с вами был Лайзен. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии насчёт этого видео. Всем удачи и всем пока.